всем привет славочка идет сегодня на суббота как обычно это ярмарка у нас тут за ночь немножечко притрусило как славик говорит зимой запахло есть подозрение что наступила зима как обычно выдвигаемся на ярмарку в артыне все ничего не меняется чистят убирают что по тротуару мне так удобно у нас сегодня было две тревоги одна была очень неприятная летели через наш арпень и в чате все писали очень было дужи гучно было дужи гучно в общем его работали но потом все таки сбили по моему уже там дальше полетел ну что такое но конечно приятного было с вечера утром часов шесть опять тревога где как все пока у нас тут тихо спокойно сейчас посмотрим ярмарка есть есть да тут скульска идти пособирались на кормушку птички смотрите как все красиво заснежило на горку а мы дальше пойдем слова тут мы не поднимемся на горке это нужно было или там по той дороге идти или дальше пойдем это же тут точно мы не поднимемся скользко подняться на руку нормально пока назад не плывем небольшая горочка я на такую дорожку еду да я же тебе сказала сегодня с овощами никто не приедет потому что мороз это первая машина здесь сушка у нас и очередь вот полным ходом уборка вам наверно ничего не слышно все убирается чистится ну а мы идем обратно курицу не купили не привезла овощей практически ну то что нам надо грибочки мы купили ну а сейчас снежок все таки потихонечку сыплет ну а сейчас идем обратно мы уже все купили ну и как обычно как славик говорит круг почета по парку пройдемся прогуляемся подышим сегодня кстати у меня ровно пять лет как я начала вести свой канал вы стояла помню первое свое видео мы отдыхали нашим любимым монте-карло в египте ну я там просто попыталась снять еще неправильно снимала там буквально по одной по две минуточки такие маленькие у меня были видео и вот приехали домой забыла кита в ноябре мы ездили мы приехали домой у меня такая мысль меня все время тракторы пропустим и меня все время такая мысль посещала что а почему бы тебе не попробовать сейчас он проедет а то плохо слышно будет ну и вот я решила попробовать попробовала ну конечно было очень много ошибок вот подсказать было некому в свое время это были ошибки и взаимки это были ошибки самой съемки но потихоньку потихоньку когда уже познакомилась там с некоторыми блогерами кто-то подсказывал кто-то не подсказывал в общем потихонечку потихонечку вот так вот меня все это и продвигалась но я хочу сказать что первый год у меня фактически был потерян у меня было в общем в течение года были подписчики только родственники знакомые родственники их там было по моему чуть больше 70 человек ну и потом мы в очередной раз поехали в египет и после этого начали добавляться уже люди не взаимки а просто зрители и один из первых который меня поддержал парень из белоруссии спасибо ему я помню вот и как-то потихонечку пошло но где-то были неудачи где-то были удачи по-разному было вот сейчас у меня пять лет прошло конечно достижения небольшие у меня 9000 подписчиков это это за последние буквально наверно полгода прибавились подписчики так конечно топталась на одном месте я не сдаюсь я все равно я вам честно скажу мне просто нравится снимать нравится монтировать ну конечно больше всего мне нравится показывать видео с путешествий но сейчас пока это невозможно как путешествие наши это наш парк на ширпень и пока на этом все конечно надежда умирает последний я думаю что еще все будет и путешествия будут видео интересные будут ну может быть в этом году и не получится но может быть в этом году закончится война а как только закончится война все конечно будет по-другому эта война она никому не нужна такое у меня лирическое отступление тут конечно у нас все а сейчас опять опять трактор сюда едет уходим ходим с дорожки вот что мне нравится что настолько все все убирается все чистится все прямо не молодцы молодцы чтобы людям было где гулять имею еще раз жека центральный но вот это вот здание здание но еще не сдано еще тут идет ремонт а вот это вот это уже начинают люди заселять этот домик тут уже на первом этаже много коммерческих а ты мне говорил что тут продается квартиры 50 процентов вносишь сумму и на три года рассрочка без процентов понятно а ты даже цена озвучивал однокомнатной или двухкомнатной в районе по моему 50 метров а около 52 тысяч получается где-то тысячу долларов квадратный но дело в том что это шевала и стены то есть там нужно еще столько же чтобы сделать ремонт здесь закрытая закрытый двор закрытая парковка ну то все первые тоже чисто под магазины вот этот вот прямо который вот он это тоже считается жига центральный они все похожи вот еще два но эти вот получается раз два три эти уже все заселены ну не полностью заселены еще кто-то делает ремонт но во всяком случае уже люди живут то есть дома уже как же я могу вам не показать наших оленей которые в снегу стоят это все наши пангальчики все свободно а сегодня кстати 13 число по старому новый год может быть кто-то и придет хотя у нас комендантская годына с 12 поэтому наверное так тракторы ну тогда раз тракторы идемте к этому к оленю идемте к оленю вот такой олень прям по кругу по кругу по кругу все чистит чистит что-то славочка куда-то идет куда-то меня ведет да ну хорошо ларит покажи можно покажи эту красоту вот смотрите какая красота столики и мангалы и там столики обычно тут люди как-то сюда неудобно заходить когда люди обедают или ужинают или просто празднуют что-то поэтому снимали мы с дорожки а сейчас можно зайти сюда вовнутрь и более подробненько вам показать трактор поездки уходим мы сюда идем дальше погода чудная начинают выползать гуляющие с собачками с детками хорошо дышится так он сюда опять едет куда нам опять бежать сейчас посмотрим он так быстро ездит мы не успеваем прятаться от него он по другому кругу поехал сейчас развернется наверное впереди у нас наша горка вся засыпана ребята пришли все расчищают потому что скоро соберутся детвора на улице тепло ну как тепло где-то 5 градусов и конечно же будут кататься но сегодня ценник немножечко повышенный потому что на выходные они поднимают цены суббота воскресенье праздничные дни ценник повышается кто как может тот так и зарабатывает это здесь о как хорошо детки катаются тут немножко расчистили но пока все пусто тренажерчики все хрустые никого нет сколько удовольствия это я вижу открылась очередная точка не знаю что там потом чуть позже пойдем посмотрим наверное или пицца или суши что-то такое ну что мы уже дома щечки розовенькие нагулялись ну и как обычно любимая распаковка так славика рюкзак открываем что мы купили вот такое оно немножко на морозе застыло подсолнечное масло вот такая вот бутылочка стоит 50 гривен но она очень вкусная пахнет аромат необыкновенный и самое главное что там никогда нет осадка так купили вот такую баночку меда 100 гривен такая баночка меда я иногда пирожок медовичок могу спечь или просто щейком у нас просто уже закончилось так что мы еще купили наши любимые огурчики сегодня без рассола потому что у меня еще рассол есть вот эти огурчики значит 100 гривен килограмм здесь на 60 гривен так и купили я считаю что очень дешево грибы по 85 гривен в АТБ были 140 по-моему или 139 в общем ну короче говоря мы купили тут на 100 гривен ну и собственно говоря все наши покупки больше ничего мы не купили курицы не было ну просто за что зато прошлись прогулялись ну как обычно суббота это у нас день ярмарки в общем то пока на этом все но дальше будет в общем то есть вот 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 вот